Всем привет! Сегодня поговорим об очень важной теме, почему я до сих пор одна. Никого не могу встретить, никто в моей жизни не появляется, какой-то мужчина. Я не говорю сейчас обязательно про принца, но в общем многие люди, поговорим о проблеме определенной, о каком-то, скажем так, заблуждении. Возможно, кто-то в себе это увидит и захочет это поменять или хотя бы как минимум примет это к сведению, сделать какие-то выводы. О чем я говорю? Очень многие люди, которые на эмоциональных минусах, они ждут человека. Это не обязательно суперклассный принц, какой-то мужчины мечты и так далее, про женщин говорю. У мужчин та же самая история, они ищут себе женщину. В общем, они ищут человека, который придет в их жизнь и с его появлением, они думают, убеждены, что проблема в том, что я одинок, мне грустно, одиноко, мне нужна пара, мне плохо одному, вот надо быть в паре, вместе я устала быть один. И они убеждены, что когда такой человек, партнер в жизни появится, начнутся отношения, то все изменится, человек тут же станет счастливым и, собственно, проблема будет решена. То есть мне плохо, грустно, или такая депрессия даже уже, или остыния, из-за того, что я один, потому что у меня нет второй половинки. Естественно, тут добавляется очень социальное, то, что вот надо половинки, семья, дети, социальное давление, родители и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, когда уже к этому всему подходит, назовем так, условно, возраст. И это еще только усугубляет эти мысли, эти ощущения у человека. Но в чем здесь заблуждение? На самом деле оно заключается очень просто в том, что с приходом человека, даже который тебя полюбит, будет украшать, скажем так, твою жизнь делать все лучше, лучше твоя жизнь не станет. Это временное действие на какой-то промежуток времени. Это может работать только если тебя очень сильно полюбит этот человек, у него хорошая, сильная самооценка, которой непоколебим, он все очень сильно уверен. И тем самым ты будешь к нему тянуться, он будет тебя, скажем так, внушать тебе что-то, верить в тебя, хвалить тебя, любить, тянуть за собой, и ты захочешь быть на уровне, и ты тоже автоматически поднимешь свою самооценку. Но не только этим, у тебя, скорее всего, изменятся привычки, вы начнете, например, вместе заниматься спортом, у вас какое-то совместное хобби, ты такой активный, деятельный, приятный человек, который тебя очень сильно любит и поддерживает, хочет изменить твою жизнь к лучшему, появится, и ты за ним потянешься. И ты действительно начнешь себя лучше чувствовать, самооценка твоя поднимется. Ну, слушайте, какие слова в моей речи стали появляться. Самооценка, чувствовать, сильный. Потому что корень этой проблемы не любви к себе и не к самооценке. Я себя не люблю, не принимаю, мне нужна похвала со стороны, мне нужна поддержка, чтобы меня любили, тогда я что-то буду менять. Но люди очень часто думают, что появится такой человек в жизни, и он все изменится в моей жизни. То есть моя задача найти себя, очень многие этим руководствуются, моя задача найти себе мужчину, партнера, любовь, отношения, вот чтобы в моей жизни все стало хорошо, чтобы все изменилось к лучшему. Они уверены, что с появлением человека так и будет, но нет. Во-первых, первый камень преткновения, тот, что почему человек активный с хорошей самооценкой должен на тебя вообще посмотреть. Вот вы себе представляете, вы хотите активного, энергичного, помогающего, и тра-та-та-та-та. А ему какой интерес? Это должен быть спасатель. Потому что у него должен быть интерес, мотивация какая-то. Зачем ему быть в отношениях с человеком, который на минусе, отдавать свое все, эмоции, поддержку и тому подобное, когда в ответ он пока что вначале ничего не получает. Значит, у него будет должна какая-то мотивация. Мотивация у таких людей, как правило, чтобы ему это было нужно, это мотивация спасателя. Подводный камень какой? Он спасает, пока ему это нужно и интересно. Он спасает, тем самым, на самом деле, получая себе, повышая самооценку, социальное одобрение туда тоже входит, то есть хорошим делом, скажем так, волонтерством занимается. Проблема то в том, что это потребность человека, и когда он условно вас спасет, у вас в порядке самооценка станет, и вы себя хорошо почувствуете, у него может пропасть к вам интерес. Да, на это могут уйти годы в партнерских отношениях мужчины и женщины. Но когда его мотивация закончится, он также внутри остается спасателем, и ему надо кого-то спасать. Вас уже спас, что дальше делать? Соответственно, с вами отношения логически сходят. Нам остаются чувства братской, сестринской любви. Мы такие родные, блин, ну мы больше друг друга не хотим, спать не хотим, и вся прочая история в браке, это то, что к этому может быть. Второй подводный камень таких вот этой ситуации, да, вот этого ожидания, в том, что такого человека можно вообще не встретить. Опять повторюсь, кому ты нужен со своим минусом? Вот вы представляете, вы хотите энергичного, активного, а вот представляете, вы активный, позитивный, уверенный себе человек, вот у лежит какая-то какашка унылая, да, ему зачем её требушить, с ней чем-то заниматься, вселять в неё что-то. То есть какая-то у него должна быть мотивация, потребность, какая-то выгода, что-то он должен с этого тоже иметь. И очень часто в критериях, каких женщин любят мужчины, всё сводится к энергичности, активности, к позитиву, разносторонний человек, с которым разные темы можно обсудить, какая-то общая эрудированность, уровень интеллекта словно, чтобы человек мог ответить на какие-то вопросы, поддержать тему, быть интересным просто в беседе, и всё. Внешность, я не знаю, размер груди, попы, большие губы, вот эта вся атрибутика внешняя, визуальная, она далеко не даже не на втором, а на третьем плане. Но люди, которые себя не любят, или они достигаторы, например, они любят себя улучшать через всё равно преодоление, типа делать себя лучше, они убеждены в том, что, ну, смотрите, в обществе же принимают лучше красивых людей, ухоженных, там, тюнингованных, ещё каких-то, да, то есть не... Как сюда подходит поговорка «встречают по одёжке, провожают по уму». Если ты будешь супер-пупер-раскрасивый, ухоженный, там, не знаю, прокачанный какой-то внешне, да, тебя будут встречать. А сколько мы знаем истории, когда такие женщины тоже, кстати, страдают одиночеством, либо они не в долгих, таких продуктивных, нормальных отношениях, очень быстро партнёров меняют, потому что партнёры раскусывают середину, и доходя до начинки, понимают, что там пусто. Там и за внешней оболочкой ничего, собственно, нет. То есть это тоже не гарантирует тебе внешне от этого оболочка счастья какого-то. А сколько мы знаем прекрасных примеров, когда у человека в порядке самооценка, но он выглядит не суперидеально внешне, а может даже есть какой-то физический дефект, или лишний вес, или ещё что-то. У этой женщины от мужчины боя нет, а потому что она любит себя, у неё есть внутреннее стержень и вот эта сила. И вот такие сильные эмоциональные люди, в плане которых хорошая, нормальная самооценка, все уверены, они часто притягивают к себе слабых людей на минусах, у кого плохая самооценка, точнее низкая, неправильное слово выбрала, низкая самооценка. Так к таким хотят тянуться, рядом с такими хотят быть, такими хотят наполнять своё окружение. Такая батарейка, зарядка, образец определённого поведения. И это тоже проблема таких сильных эмоциональных людей, потому что их используют очень часто. И такой человек может вступить в хорошее здоровое отношение с человеком, у которого более-менее тоже на плюсе такой их уровень самооценки, не на очень низком уровне, скажем так, тоже на уровне, чтобы она была. Тогда это будут такие более-менее равноправные отношения. Вы чувствовали себя частенько, попадали в такие отношения? Очень часто люди делятся просто, либо я хочу, чтобы мной занимались в отношениях, мне давали, чтобы меня, условно, я вот грустная, несчастная, всё плохо, я одна, мне придёт человек, спасёт мою жизнь, мужчина, я вот тогда за ним, вот условия, да, должно быть, я за ним буду тянуться, я за ним буду повторять, я буду его тоже хвалить. То есть я ему в ответ, что делать будет, пока его нет, мне плохо, грустно. А есть ещё люди, наоборот, которые говорят, может, вы в такой позиции себя чувствовали, я такой весь раздаю батарейка всем, я в себе уверена, всё хорошо, а ко мне липнут, скажем так, люди, которым что-то от меня надо, которым постоянно какие-то проблемы, у которых негатив, которые иной, да сколько можно, сколько у нас вокруг нытиков и так далее, и так далее. Вот такие слова и фразы вы можете слышать от таких людей, от которых хотят, которые хотят использовать, люди на минусах, люди минус, люди плюс, назовём эмоциональный заряд их. Так что секретик в том, что если я одна и считаю, что придёт мужчина в мою жизнь, спасёт ситуацию, мне только надо вести отношения, одиночества, ничего этого не будет, проблема у вас, ваши самооценки. И это, по сути, хождение по кругу. Да, появится, возможно, если у вас в таком состоянии найдётся человек, то он будет тоже с какими-то проблемами, он не будет супер там, либо он будет спасатель, позитивно заряженный, которым вы ждёте. Вы на самом деле ждёте очень, скажем так, вам выгоднее и проще, быстрее заняться своей самооценкой, своими комплексами, улучшать как-то себя, чем-то, ну, короче, вы поняли, донести свою проблему и её решать, чем ждать, когда вы найдёте себе такого заряженного эмоционального спасателя, потому что их очень мало. и, например, у меня есть такие клиентки, я отчаялась искать на сайте знакомств, ничего не получается, все какие-то никакие искры, ни с кем нет, а потому что вы встречаете на тех же сайтах знакомств людей таких же, как и вы. Мужчин, которые себя ждут активную, энергичную там и так далее, женщину, которая решит там какие-то их проблемы. Вы ищите себе такого же мужчину, который решит, у меня вопрос, почему? Кто-то должен решать ваши проблемы. Вот когда у вас запрос, вы типа, ну, отношения же, мы друг другу будем помогать, участвовать в отношениях друг к дружке, да, совет там давать, короче, всё будет нормально, это же взаимообмен. Да, взаимообмен, но, увы, вступая в отношения, ваш запрос, я вступаю в отношения для того, чтобы мне было не грустно, не одиноко и чтобы был взаимообмен. Вот в отношениях здоровые надо вступать для того, чтобы просто был человек, потому что я его просто люблю за то, что он есть. Мне не важно, даёт он мне, забирает, для меня это не важно. Мне просто нравится сам этот человек, я его люблю, я хочу быть с ним. А даёт, не даёт вообще проблемы, это вторично. А у вас первично. Мои проблемы, это и есть потребность, мотивация, заходы в отношения, они априори неправильны, этот заход. Я жду, что мою жизнь скрасят, что решат мои проблемы, что рядом со мной человек, потом я ему буду возвращать, отдавать и так далее. Но ты мотивируешься тем, что мне это надо здесь, сейчас, я хочу начать отношения, чтобы решить свои проблемы, проще говоря. Поэтому мы вступаем в отношения с теми, кто нам может не до конца нравится, закрываем глаза на их проблемы, на обман какой-нибудь, предательство и так далее. Мы снижаем рейтинг условий партнёра нашего. Не идеальный список будет, а мы даём скидочку на это, на то, на то, что мы понимаем. Значит, человека, который будет решать наши проблемы, очень трудно. Кому нужны чужие проблемы? Никому. И мы вступаем в какие-то нездоровые отношения, в которых потом мучаемся. И раз нас привело страх или грусть одиночества, печаливайте отношения, нам потом трудно расставаться. А бы хоть какое-то, я же одна столько долго была, одно ещё хуже. Я вот поэтому прицеплюсь. Я буду с ним, с плохим, но зато со своим, родненьким. Зато хоть кто-то у меня есть, у меня есть чувство одиночества. Жду ваших комментариев. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео я всегда оставляю свою почту. Можете написать тему письма, консультация. Если вы хотите прислать свою историю для публикации на канале, то просто в теме письма оставляйте информацию о том, что это история от анонима. Жду ваших комментариев на эту тему, на эти ваши размышления на эту тему. Спасибо вам большое за внимание, комментарии, подписку на канал. Скоро увидимся. Всем пока.